здравствуйте ребята я рада приветствовать вас на уроке географии тема сегодняшнего урока население земли сегодня мы с вами поговорим о населении планеты вас наверно давно волнует вопросы сколько людей на земле где появился современный человек чем люди чем отличаются люди живущие в разных уголках планеты население это совокупность людей проживающих на земле население изучают такие науки как социология демография этнография и другие отделение человеческой ветви от предков обезьян произошло приблизительно 35 миллионов лет назад биологический вид человек разумный возник 30-40 тысяч лет назад на территории восточной африки на территории современной танзании в настоящее время заселены все материки кроме антарктиды только в антарктиде нет постоянного населения как же шло расселение считается что из восточной африки двигаясь на север человек заселил сначала европу затем азию 30 тысяч лет назад первые племена ступили на территорию аляски пройдя через беринга в пролив тогда он был перешейка прошло еще 20 тысяч лет пока люди заселили северную и южную америку и дошли до огненной земли заселили древние люди и австралию перебираясь туда через узкие проливы со стороны юго-восточной азии отдельная группа людей жили друг от друга в резко отличавшихся от природных условиях и и приобретали отличия во внешнем облике и другие биологические особенности это способствовало образованию раз расы это исторически сложившаяся группа людей с характерными внешними признаками которые передаются по наследству этот цвет кожи разрез глаз форма черепа и другие общее у всех раз это единый биологический вид в настоящее время выделяют следующие расы монголоидная европеоидная и негроидно вот эти три раз и относятся к основным расам кроме основных раз выделяют еще и смешанные расы это мулаты метисы и самбо смешанные расы формировались не только в древности и в средние вековье но и в новейшие времена к ним можно отнести население заселяющие в настоящее время южную америку и так представители европеоидные расы населяют в основном население европы северной африки и америки так представители австралоидной расы немногочисленны и населяют в основном австралию и прилегающие острова представители негроидные расы заселяют африку а также южную америку и северную америку представители монголоидные расы проживают в евразии а также в северной и южной америке и наконец смешанные переходные расы но в настоящее время не размещены по практически по всей территории земного шара но наибольшей концентрации наблюдается это в южной америке и восточной африке по подсчетам статистиков демографов за всю историю человечества на земле родилось более ста миллиардов человек численность населения меняется в зависимости от того сколько людей рождается и сколько умирает на численность населения сильно влияет следующие причины это состояние здравоохранения стихийные бедствия миграции уровень жизни людей и другие причины в течение многих тысячелетий численность населения была небольшой и росла очень медленно 2000 лет назад на земле проживало всего 230 миллионов человек из них две трети населения проживала в азии за следующую тысячу лет она возросла до двухсот восьмидесяти восьми миллионов человек темпы роста населения мира резко ускорились середины 18 века особенно в европе чтобы условлено было развитием капитализма итак на этой таблице можно увидеть как менялась численность населения нашей земли от 1 миллиарда до сегодняшних дней сегодня на земле проживает более семи с половиной миллиардов человек стремительно ускорение прироста населения мира произошло в середине двадцатого века в первую половину двадцатого века она увеличилась полтора раза в следующие 37 лет удвоилась произошло из-за того что снизилась смертность увеличилась продолжительность жизни настоящее время численность населения превысила 7,7 миллиардов человек и продолжает увеличиваться самыми большими по численности населения являются страны такие как индия и китай где проживает более миллиарда человек и еще 10 стран имеют численность населения свыше 100 миллионов человек сколько же народов проживает на земле настоящее время точно подсчитать сколько народов невозможно каждый народ отличается своими внешними признаками культурой речи языком и так далее но ученые считают что землю населяет настоящее время около пяти тысяч народов большая часть населения концентрируется в 15 наиболее крупных народах самыми многочисленными являются это китайцы они составляют пятую часть населения земли затем американцы хиндустанцы бенгальцы бразильцы русские мексиканцы и японцы численность населения этих народов превышает 100 миллионов человек каждый народ имеет свою многовековую историю культуру хозяйственно-бытовые традиции с разделением хозяйственной деятельности населения на ремесло и сельское хозяйство произошло разделение населенных пунктов на два основных типа городские и сельские поселения более древняя форма расселения это сельское первые сельские поселения появились тогда когда человек стал вести оседлый образ жизни и начал заниматься земледелием в настоящее время в мире насчитывается около 20 миллионов сельских поселений сельским поселениям относятся деревни села аилы аула хутора деревни и другие населенные пункты городские поселения возникли в результате развития ремесел и торговли задолго до нашей эры на востоке но большинство городов возникло в 19 двадцатых веках связи с развитием промышленности в настоящее время идет быстрый темп роста городов и городского населения доля городского населения в 2018 году составила 55 процентов то есть четыре с половиной миллиарда человек проживает в городах и эта цифра продолжает увеличиваться такой процесс получил название урбанизация в настоящее время на земле насчитывается более 230 стран но при таком большом количестве стран возникает необходимость их классификации обычно страны классифицируют по следующим признакам по площади по численности населения и по географическому положению классификация стран по площади но по этой классификации выделяют следующие группы стран это крупнейшие страны их площадь свыше трех миллионов квадратных километров примерами таких стран могут быть россия канада китай сша бразилия австралия и индия крупные площадь от 1 до 3 миллионов квадратных километров к ним относятся аргентина казахстан суда большая площадь от 500 тысяч квадратных километров до 1 миллиона квадратных километров это нигерия венесуэла украина средняя площадь от 100 до 500 тысяч квадратных километров примеры стран польша фрг япония малые малые страны занимают площадь от 50 до 100 тысяч квадратных километров примерами таких стран могут быть чехия венгрия австрия швейцария наименьшее имеет площадь от 1 до 50 тысяч квадратных километров это молдова бельгия дания и наконец страны карлики или микрогосударства их площадь менее тысячи квадратных километров к ним относятся андора монако сан-марина и ватикан самое маленькое государство на земле это ватикан вторая классификация это страны различающиеся по численности населения они делятся на следующие группы крупнейшие где численность населения свыше 100 миллионов человек можно выделить десятку стран это китай и индия сша индонезия бразилия россия пакистан япония бангладеш гири мексика из них две страны имеют численность населения свыше миллиарда жителей это китай и индия большие страны имеют численность населения от 40 до 100 миллионов человек примерами таких стран могут быть германия филиппины франция великобритания вьетнам турция и украина средние страны имеют численность населения от 20 до 40 миллионов человек это польша колумбия аргентина и суда малая численность населения от полутора миллионов человек австралии казахстан малайзии мозамбик и наименьшее или их также называть микро государственным численность населения до полутора миллионов человек андора сан-марино науру монако самое маленькое государство по численности населения это также ватикан численность населения чуть более тысячи жителей 3 группа стран это страны различающиеся по географическому положению по географическому положению выделяют островные государства к странным государством относятся шри-ланка куба новая гвинея так полуостровные полуостровным относятся испания италия страны расположены на скандинавском полуострове это финляндия швеция и другие государства страны архипелаги это страны которые занимают расположены на нескольких островах это индонезия самое крупное государство архипелаг она расположена на 13 тысячах островов филиппины япония япония например расположена на четырех крупных островах и более чем на 4 тысячах мелких островов так одни страны большая часть стран мира имеют выход в море такие страны называются приморскими значит крупнейшими приморскими странами являются это российская федерация китай австралия соединенные штаты америки канада и другие государства следующая группа это внутри континентальных государства это государство которые не имеют выхода в море очень много таких государств расположена в африке и в азии южной америке только два таких государства а на территории северной америке таких государств нет и еще одно государство занимает очень интересное положение это государство материк австралии она занимает весь материк австралию повторим главное население это совокупность людей живущих на земле расы это исторически сложившаяся группа людей с характерными внешними признаками передающимися по наследству выделяют четыре основные расы в настоящее время на земле проживает более 7,7 миллиардов человек и численность населения увеличивается на численность населения влияют состояние здравоохранения стихийные бедствия войны и в первую очередь уровень жизни людей существует две основные формы расселения городская и сельская на земле более 230 государств которые отличаются численностью населения размерами территории географическим положением и другими признаками а теперь я попрошу вас записать домашнее здание по теме раздела вам необходимо заполнить таблицу привести по три примера государств и их столиц островных полуостровных имеющих приморское положение и не имеющих выхода к морю ребята свои задания выполнены заданием вы можете отправить на проверку учителю на этом наш урок закончен до следующих встреч